Хотелось вот прям свободы, чтобы ветер обдувал волосы. Я бы назвала его мини-бар. Когда мы приехали на участок, мы думали, что нет, нет, мы ничего сажать не будем. Я ее заказывала даже из Беларуси. Зона столовой. Стол тоже планируем поменять. Привет, Форум Хаус. Меня зовут Ирина. Это наш дом. Мы его построили как дачу, но теперь живем в нем. Сейчас я вам покажу. Каждый летний сезон мы снимали дачу. Собственно, это был выбор, сделан из-за того, что родился маленький ребенок. И нам хотелось, чтобы он гулял на свежем воздухе, наслаждался природой. Как бы не сидел в душной Москве. На протяжении двух сезонов мы ее снимали и поняли, что это достаточно накладно для нас. И мы пришли к решению подобрать себе участок. Участки мы выбирали, собственно, недолго. Там на карте прям поставили точки, выбрали. За один день мы проехались по всем этим локациям. И здесь нам очень понравилось. Свобода, поле, практически нет никого. Как вот в СНТ, например, 6 соток, да, это очень компактно, близко. И было неудобно. Хотелось вот прям свободы, чтобы ветер обдувал волосы. Выбирая проект дома, собственно, для нас было важно, чтобы этот дом был построен в очень короткие сроки. То есть и еще было достаточно важно, чтобы это было под ключ. Чтобы мы ничего потом не доделывали, не достраивали. Как говорится, заехал и живи. Поэтому была выбрана каркасная технология, исходя из того, что это строится очень быстро. Строительную компанию мы выбирали, в принципе, недолго. Может быть, в течение месяца. Много разных компаний посмотрели. Но это нам показалось достаточно надежной компанией. Естественно, они удовлетворяли все наши запросы. Площадь дома общая получается 37 квадратных метров. По стоимости вышло 1,360 млн. Ну, это вместе с террасой. Выбирая проект дома, я все-таки склонялась к таким незамороченным домам. То есть стиль Барнхаус для меня был достаточно, как бы, ну, это можно сказать, то, что я хочу. То, что нет лишних каких-то пристроек у него, там разные формы, конструкции дополнительные еще какие-то. Для меня была важна простота. Я бы назвала его мини-барн. Ну, все-таки он немножко по конструктиву отходит от типичного барна. Ну, как застройщик его сам называет. То есть это барн. Дом стоит на свайно-винтовом фундаменте. Кровля у нас выполнена из профлиста. Стены по дому утепления, стен 150, пол 200, кровля 200. На постоянное проживание мы заехали в марте, но периодически посещали, как бы, оставались на выходные. Вот в зимний период это было после Нового года. То есть это январь-февраль. Дом достаточно теплый, он отапливается всего двумя конвекторами. Собственно, этого достаточно для такой площади дома. Ну, еще дополнительно в коридоре мы включаем инфракрасник. По дому претензий нет. По самому каркасу, да, то, что дом, в принципе, внешняя облицовка, все хорошо. Но есть проблемы с внутренней отделкой. То есть, например, недоделанная плитка в ванной. Также был не сделан слив под раковину. Ну, и некоторые косяки именно по материалу. Там, например, ламинат где-то запилен излишне. Где-то положен он недостаточно плотно к стене. То есть там дыры получаются. Фасад дома отделан планкеном из лиственницы. Красился он на заводе. Планкен был выбран не случайно, потому что нам хотелось более, как бы сказать, экологичности. И все-таки дерево достаточно тоже надежный материал. И, в принципе, нас устраивала эта внешняя отделка. Но единственное, с какой проблемой мы столкнулись, это доску повело. То есть, когда наступила жара, пригрело солнышко, доску немного повело, и она отошла с креплений. Та доска, которая отошла, мы ее прикрутили в тех местах. И дополнительно еще немного укрепили в тех местах, где не было креплений. Для того, чтобы доску уже не крутило. Сейчас, вроде бы, проблем не наблюдается. Ну, надеюсь, что наши крепления будут более надежными. Добро пожаловать в наш небольшой дом. Сейчас я вам расскажу, как мы тут все организовали. Собственно, здесь входная зона. Здесь планируется шкаф. Здесь у нас кухня. Ну, больше, кроме этой кухни, мы не планируем ничего делать. Единственное, там будут полочки под посуду. Ну, и какой-то небольшой декор. Зона столовой. Стол тоже планируем поменять, потому что он очень много занимает места. Ну, дом достаточно компактный. Поэтому, ну, тут, в принципе, для троих достаточно будет небольшого круглого стола. Это зона гостиной. Здесь небольшой диван. Выбирала его тоже специально для компактного дома. Искала это интересное решение. Тут даже поместилось кресло. У нас маленький ребенок, поэтому вот тут его небольшое местечко тоже кровать. Спальня. Здесь у нас спальня. Площадью она 6 квадратных метров. Ну, в принципе, сюда поместилась только кровать большая. Ну, когда я выбирала кровать, я думала, что нужно, наверное, что-то поменьше. В проекте застройщика тут вообще подразумевался диван, который будет раскладываться. Но нам комфортнее вот на кровати. Собственно, дверной проем. Застройщик сделал нам открытие двери внутрь комнаты. Ну, учитывая то, что кровать большая, занимает большую площадь этой комнаты. Дверь пришлось снять. Они нам обещали ее переставить. Собственно, всем они отвечают, что они нам это уже сделали. Но вот они нам не сделали, и мы ждем. Санузел у нас небольшой. Три квадратных метра. Тут поместилась душевая кабина 90 на 90. Здесь планируется раковина. Мы приглашали, значит, рабочих из дружественных государств. Они нам тут копали лопатой сами вручную. Ну и, собственно, потом еще заказывали, довозили землю. Наверное, три камаза где-то получилось. Ну, чтобы явные ямы тут засыпать. Ну и, собственно, посадили газончик. Вот что получилось. Когда мы приехали на участок, мы думали, что нет, нет, мы ничего сажать не будем. Зачем нам тратить на это время? Да и мы вообще не умеем. Но как-то посидев вечерком подумали, а вот классно было бы там зелень сорвать, например, на салат свежий. Помидорки, огурцы. А еще маленький ребенок, ему можно там и кабачки посадить, и капустку можно посадить. Вот. И, собственно, я на мужа напала, говорю, строй грядки. Вот. И он, значит, сам колотил эти грядочки. Сажали мы, конечно, так. Это было без каких-то огородных правил. Мы их, естественно, не знаем. Мы впервые в этом во всем. Ну, собственно, понатыкали просто то, что выросло из рассады. Ну, и решили, что вырастет, то вырастет. Посадили кабачки, капусту, брокколи, огурцы, зелень. И есть у меня еще клубника. Я ее заказывала даже из Беларуси. Она ко мне приезжала. Вот. Ну, собственно, до сих пор даже цветет. И до ней даже есть ягоды. Что для меня не огородник. Это вообще просто событие. Я приходила, смотрела, дышала на каждое растение. Ну, то есть каждый момент роста я проверяла каждый день. И очень радовалась, что у меня кабачки, огурцы, клубника. Вот. Ну, и ребенку нравится ходить и по одной клубничке собирать. Ну, мы еще планируем построить гараж. И, в принципе, вот в этой большой свободной зоне мы думаем построить еще, возможно, по площади такой же дом. Ну, может, даже больше. И сделать это как единый целый ансамбль. Мы будем соединить террасой два дома. Ну, и будет большой дом. Бытовка у нас выполняет функцию шкафа. Так как в доме, ну, не очень много места для хранения вещей. Ну, вещей у нас достаточно много. В бытовке сейчас у нас стоит стиральная машина, морозильная камера. И организовано место под хранение вещей. Сейчас, ну, скорее всего, я бы на всех этапах строительства, учитывая, что я уже много изучила всякой полезной информации, в том числе на вашем форуме, проверяла бы этапы строительства. Ну, не каркас, как бы там, не фундамент, ну, не что-то такое, в чем я не разбираюсь. Но именно какие-то моменты, вот там, особенно по внутренней отделке, я бы контролировала это точно. Что касается площади дома, я бы, конечно, чуть-чуть его расширила. На самом деле тут не хватает, ну, буквально, там, я не знаю, трех квадратных метров еще для того, чтобы просто организовать место для хранения, которого здесь очень мало и достаточно проблемно, что тут что-то разместить. В этом доме, в принципе, я думаю, то, что... Заря у нас терраса, конечно, не крытая. Это было бы, учитывая погодные условия подмосковной области, все-таки крыша — это достаточно хорошее решение для того, чтобы проводить комфортное время на террасе. Я бы вообще, ну, там, еще комнату сделала такую. Ну, собственно, тут на самом деле чуть-чуть вот расширь, как бы, и будет все хорошо. Окна в пол имеют некую особенность — они забирают тепло из дома. То есть, если вы ставите большие панорамные окна, будьте готовы к тому, что зимой они охлаждаются. Ну, то есть, соответственно, если вы отапливаетесь электричеством, то это дополнительные затраты на электричество. Но для меня было важным в этом маленьком доме иметь панорамные окна, потому что это зрительно расширяет пространство. То есть, ну, ты не чувствуешь, что у тебя такая маленькая площадь, а окна, в них всегда много света, и поэтому они тут очень хорошо вписываются в данную небольшую площадь. В этом доме по проекту застройщика должна была быть вентиляция, но сейчас, по факту, ее нет нигде. То есть, у нас сейчас временное решение для вентиляции — это просто открытое окно в санузле. Но для каркасного дома это очень важно, вентиляция должна быть. В будущем мы планируем, конечно, решать этот вопрос, не знаю, с помощью застройщика или сами, но это важная особенность. Пока мы не ощутили на себе какого-то дискомфорта, единственное, только в санузле образуется пара, это, естественно, оседает все на деревянной отделке, ну и, возможно, там возникнут какие-то проблемы со временем. То есть, вентиляция — это важно в любом случае. Но так как лето было теплое, жили мы в основном в этот период, и окна были постоянно открыты, мы не почувствовали никакого дискомфорта. Загородная жизнь в нас открыла как бы любовь к природе. Ну, именно вот это ощущение свободы, что ты не находишься в кирпичных стенах, которые на меня, вот, например, маленькая площадь квартиры очень сильно давит. То есть я это ощущаю по себе. А здесь, несмотря на то, что дом небольшой по площади, я не чувствую этого дискомфорта. То есть, мне кажется, здесь светло, свежо, хорошо, тепло. Ну и плюс для ребенка очень много занятий, которых нет, например, просто в городе. Тот же жучок, там, посмотреть жучка какого-нибудь или сорвать что-то со своего огорода. То есть для него понимание того, что кабачок растет на кусте там или огурец растет на кусте, его можно сорвать и съесть. Это, ну, вызывает восторг у ребенка, у маленького. Если выбирать между однушкой в городе и своим небольшим домом, то плюс, конечно, в сторону своего дома. Мы живем в этом доме. Нам тепло, хорошо, уютно. И я думаю, что он простоит те же 50, а может быть, и больше лет. Поэтому кирпичные монолитные дома мы, в принципе, не рассматривали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok